Прямо сейчас коньяк Кеновский семилетний, и сегодня его пробуждение. А противником для этого коньяка был выбран коньяк Фонагорея Винтаж семилетний. Ну а вопросы к Кеновскому коньяку следующие. Как он покажет себя в сравнении с другим коньяком? Ну и какое место он займет в моем алкорейтинге? Мой алкорейтинг это мой сайт alkovitok.ru, на котором я систематизирую и сортирую напитки, которые снимаю в своих видеороликах. Ссылка в описании. И доброй пятницы, с вами пятница. Кеновский оталвесы и алковитек выпьем. Опять настал тот день, когда я подготовил два бокала. А вскрытие начнем с Кеновского, потому что он новичок. Бутылочка у Кеновского каплевидной формы с длинным горлышком, очень плоская, пробка массивная, закрытая какой-то серебристой термоусадкой. Этикетка стильная, надпись Кеновский вроде бы напечатана. Информация сзади бутылочки белыми буквами вполне читабельна. Производитель данного коньяка – винно-коньячный завод Кин. Россия, Московская область, город Красногорск. Поселок Ильинская-Усово, улица Центральная усадьба. Сорта винограда – униблан, каламбар, аркацителли, олигате, рислинг рейнский, вердеха, айрен. Место происхождения винограда – Франция, Россия, Испания. Год сбора урожая – 2015. 40 градусов, выдержка не менее 7 лет. Дата розлива – май 2024 года. Пробка деревянная, внутри резиновая. Закрывается очень плотно. Второй кандидат на вскрытие – коньяк Фанагорея Винтаж, 7-летний. Бутылочка в форме кристаллика, довольно-таки плоская. Здесь, так же как и на Кине, названия напечатаны, этикетка минималистичная. Золотая пробка с огромным навершием, не знаю, зачем так делают. Этикетка сзади золотистая, с черными буквами, вполне себе читабельна. Производитель данного коньяка – агропромышленная фирма Фанагорея. Россия, Краснодарский край, Темрюкский район. Поселок Синой, улица Мира. Сорта винограда – шардоне, олигате, савиньон блан, рислинг. Место происхождения винограда – Россия, Краснодарский край. Год сбора урожая – 2015. 40 градусов, не менее 7 лет выдержки в дубовых бочках. Дата розлива – март 2024. Пробка золотая, пластиковая, внутри резиновая, очень толстая. На виде сверху коньяки имеют совершенно одинаковый вид. Возможно, Фанагория Винтаж слегка потемнее. На виде сбоку ситуация меняется. Фанагория Винтаж янтарная и более прозрачная. Кеновский 7-летний – более темный и более мутненький. Переходим к ароматике. Про Фанагорию Винтаж 7 я все уже знаю. Поэтому начнем с Кеновского, потому что он новичок. Издалека запах цветочный. Цветочно-виноградный и сладенький. Вблизи история повторяется – виноград преобладает, чувствуется неплохой спиртик. Спиртика в аромате очень много. И это я еще не взбалтывал. Ванилька, немножко, дуба, много спирта. И, по-моему, совсем отсутствует шоколад. И преобладание винограда. Над всеми этими ароматами преобладает виноград. Вполне себе коньячный аромат. Фанагория Винтаж 7-летний. Цветочно-медовый, более интенсивный и менее спиртуозный. Из-за меда кажется более сладким. И еще кажется менее дубовым. Но к Фанагории я уже привык. Она мне нравится. Когда взболтал, спиртика стало так же много, как и в Кеновском, без взболтывания. Цветочно-медово-виноградный ароматик. Ароматы похожи. Единственное, что в Фанагории преобладает мед и цветочки. А в Кеновском преобладает виноград и спирт. Также в Фанагории, по сравнению с Кеновским, дуба почти не чувствуется. В Кине ощущается дубовая доска. Какая-то смоленистость. Маслянистость. Что-то есть в нем, сильно отличающееся от Фанагории Винтаж. Да, Фанагория Винтаж, она просто медово-цветочная, липовая такая. И тоже виноградная. По аромату, честно говоря, победителя я не выберу. И тот, и тот по-своему хороши. Возможно, в Кеновском просто более обширный набор ароматов. Тут и винограда, извините, напихали. 8 сортов. Тогда как в Фанагории всего лишь 4. Два из этих сортов, кстати, совпадают. Это Олиготе и Рислинг. Будем пробовать, но начнем с Кеновского, потому что он новичок. Группа компаний Алвиса в 2021 году приобрела бренд Кеновский и производственные мощности ООО Усовские винноконьячные подвалы, которые впоследствии переименовала винноконьячный завод Кин. Когда я слышу Алвиса, меня это немножко напрягает. Но напрягает меня это потому, что я знаком с их вискарями. Рет энд Блэк, Наки Томпсон, Лаки Наки и прочее. А коньяк, который принадлежит Алвиса, я пробую впервые. Да, уникальность прет. Спиртуозно-перцово. Скажу перцем, по-моему, даже больше, чем в Фанагории будет. В Фанагории перец на послевкусие. Здесь в самом начале. Спиртуозно-перцово, но виноградно-сладостно-цветочно. Что-то в этом есть. Фанагория Винтаж. Более сладкий цветочно-медовый аромат. По сравнению с Киновским 7-летним, Фанагория Винтаж совсем не спиртуозная. И вот эта перчинка в конце, которую ранее я обозначил как сильную, не сильная. Послевкусие у Фанагории гораздо более продолжительное и интересное. Киновский. Знаете, помимо спирта, перца и виноградно-цветочных слегка дубовых оттенков, еще самую малость напоминания о Ноль Классик 7-летнем. Напоминание негативное. Вот с тем яичком, которое я чувствовал во вкусе. Но оно тут настолько легкое, что его практически незаметно. Опять спиртозненько. Даже когда чуть-чуть берешь. Еще раз Фанагорию. Фанагория пахнет лучше. Сейчас, когда попробовал, Фанагория как лучик солнца. И на вкус тоже. Если поначалу по аромату казалось, что они одинаковые, просто разнообразные. Сейчас, испробовав сие напитки, понимаю, что Фанагория гораздо интереснее. У Фанагории, кстати, и анестезийка получше. Не отступать и не сдаваться. Еще раз. Киновский 7-летний. Алвиса. Вот опять чувствуется этот своеобразный аромат из винограда, цветов и дубовой смолы. Он гораздо меньше выражен, чем в Фанагории. А спирт здесь выражен гораздо больше, чем в Фанагории. Очень трудно определить, но как бы здесь не было, немножко пустоты. Если кто-то тоже так думает, напишите в комментариях. Фанагория. Неоспоримый победитель Фанагории, но я еще употреблю это в течение недели. Возможно, Кин как-то себя раскроет, а Фанагория как-то себя закроет. Но есть большие сомнения, что это произойдет. Что по спиртику? Спирта в Киновском сразу же много, во вкусе, в послевкусии меньше. И анестезийка почему-то от него слабая. Именно поэтому у меня и закрались подозрения, что там есть водочка. Потому что обычно так себя ведут коньяки, которые содержат в себе хоть чуть-чуть невиноградного дистиллята. Но пахнет он как натуральный виноградный коньяк. То есть, возможно, возможно, я не прав, но 1% того, что там есть водочка, существует. Или это мое предвзятое отношение к Алвесе. Мой классик чем-то напоминает. Фанагория Винтаж. По-прежнему та же самая Фанагория, которую я купил в первый раз, во второй и в третий. Есть у меня ролики про нее на канале. Ароматная, медовая, цветочная, сладенькая. Хоть и невысоко я ее оценил в алкарейтинге, но сейчас она должна немножко подняться, а Кин должен немножко опуститься. Вот, анестезийка в Фанагории изумительная. Согревает всю полость рта. Поэтому спиртик в Фанагории лучше. Он вступает в силу в послевкусии, и после него остается офигенная анестезия. Цена образования. Киновский семилетний я купил в Магните за 779 рублей. Фанагорию я купил в магазине Магнит за 799 рублей. С тех пор, как я покупаю Фанагорию, она всегда в Магните столько стоит. Надеюсь, она там не закончится, потому что в официальном фанагорийском магазине она стоит около 1000 рублей. Ну и какое же место займет в алкарейтинге Киновский семилетний коньяк? А место он займет точно ниже Фанагории семилетний. И я не уверен, насколько близко он подбирается к Ною классик семилетнему. Возможно, они должны оказаться рядом. Но по моим ощущениям, Киновский точно не лучше, а может быть даже слегка и хуже. Потому что Ною классик семилетний, он просто отдавал яичкам, но не вызывал подозрения на пустоту. А Киновский семилетний, помимо слабенького яичка, еще вызывает подозрения на пустоту. Фанагория Винтаж семилетняя получила в моем алкарейтинге 3,81 балла. Почти четверочка. Точно не помню, сколько получил мой классик семилетний, но похоже Киновский семилетний отправится примерно туда же. Вот сейчас яичко чувствую в запахе. Нет, пить это, конечно, можно. Особенно, если не боитесь спирта. Потому что спирта тут, ого-го, дубовенький, смоленистый. Если его ни с чем не сравнивать, то он вполне себе будет казаться нормальным. Но, если его сравнивать, то даже атеист может признать, что хороший коньяк это напиток богов. Посещайте алкарейтинг, заглядывайте в телеграм. До встречи в следующую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok